Добрый день! Сегодня мы поговорим об очень важном слове «кли», которое используется в огромном количестве словосочетаний. Эти словосочетания на слуху, и они используются в объяснениях, в уточнениях, в описаниях. И нам это помогает понять, о каком предмете идет речь, в какую категорию вписывается этот предмет. Я, например, покажу, объясню, о чем идет речь. Урок выходит при поддержке спонсора Ирины К. Большое спасибо Ирине за поддержку нашего проекта «Изучение иврита в интернете». Например, мне нужно объяснить, что такое «вилка», не упоминая слово «вилка» на иврите. Я скажу, что это инструмент для еды, и дальше начну его описывать. Инструмент для еды, дословно, «кли-охаль». Мы здесь сделали смехут, связку «кли» – это инструмент, и «охаль» – это еда. «Кли-охаль» – инструмент для еды. Точно так же ложка или нож впишутся в эту категорию. «Половник» – это инструмент для приготовления пищи. И существует устойчивое словосочетание «кли-бишуль». «Бишуль» – это варка или приготовление пищи. «Кли-бишуль» – общее название «инструмент для приготовления пищи». В том числе и «половник» сюда впишется. И куча других инструментов. «Отвертка» – я хочу объяснить, не знаю, как это сказать на иврите. Я начинаю объяснение, что это рабочий инструмент. И потом я объясню, чтобы заворачивать или еще что-то, закручивать точнее. Я скажу «кли-авода». И «кли-авода» – это будет инструмент работы, рабочий инструмент. Орудие производства. «Кли-авода». «Винтовка» – я могу сказать просто объяснить, что это «нэшик», «нэшик-орудие». Или «кли-нэшик» – некое орудие, как оружие. «Кли-нэшик» или более точный вариант «кли-ирия». «Ирия» – это выстрел. «Кли-ирия» – это орудие для выстрела. По смыслу мы переведем как «огнестрельное оружие». «Балалайка» – это музыкальный инструмент. Прежде всего я объясняю категорию «музыкальный инструмент». «Кли-нэгина» – инструмент для игры музыкальной. «Автобус». «Кли-тахбура». «Тахбура» – это транспорт. «Кли-тахбура» – транспортное средство. «Радио» – впишется в категорию «кли-тикшорит». «Тикшорит» – это связь, коммуникация. И «кли-тикшорит» – как средство массовой информации будет воспринято. Средство для передачи какой-то информации. «Грабли» – я могу сказать, что «грабли» – это рабочий инструмент тоже. Могу выбрать более какой-то точный вариант. Например, «генун» – это садоводство. И «кли-генун» – это будет инструмент садоводства. Как бы садовый инструмент. Инструмент для работы в саду. «Блюдо» – для подачи, как поднос, например, который используется. Или для нарезки, как бы что-то много положить, подать. «Агаша» – на иврите – это подача. Тот же корень, что в слове «магаш». «Магаш» – поднос. «Кли-агаша» – это будет прибор для подачи. «Кли-теура» – это осветительный прибор. Например, «фонарь» – впишется в эту категорию. Или любое другое средство. Лампа какая-нибудь впишется тоже в категорию «осветительный прибор». «Кли-теура» – инструмент для освещения. Или «прибор для освещения». «Карандаш» – в категории «кли-ктива». «Ктива» – это написание. И «кли-ктива» – это письменная принадлежность. По аналогии с этим бумага для письма, ручки или какие-то еще дополнительные вещи, резинки, чтобы что-то вытереть. Это тоже впишется в эту же категорию. «Кли-ктива». «Терка» – это кухонная принадлежность. Ее можно вписать, например, в категорию, которая была раньше «кли-бишуль». То есть инструмент для приготовления пищи. Или в другую категорию, например, «кли-мидбах». И «мидбах» – это кухня. «Кли-мидбах» мы переведем как «кухонная принадлежность». То есть то, что нам нужно на кухне. «Бочка». И здесь я буду использовать, например, слово «кибуль». И «кибуль» – это как емкость, вместимость. «Кли-кибуль» мы переведем как емкость для хранения или «тара». Соответственно, это не обязательно бочка. Это может быть какая-то банка, коробка, ящик. То есть все то, в чем мы можем что-то хранить. Чаще о жидкостях, мне кажется, будет использована эта комбинация «кли-кибуль», но не обязательно. «Лодка». И «лодка» у нас в категории «кли-шайт». «Шайт» – это плавание при помощи весел, что-то такое, или парусов в этой категории. И «кли-шайт» воспринимается как средство для плавания. Может, есть более какой-то оптимальный перевод на русский язык. Подскажите. Слово «кли» также может переводиться как «сосуд», как емкость. И, например, «кли-ле-шемен», я пойму, что это сосуд для масла. Также в медицине или в анатомии «кли-дам» – это будет кровеносный сосуд. То есть у слова «кли» еще значение «сосуд». Во множественном числе «кли» – это «келим». И «кли-лим» соответственно мы переведем как инструменты, орудия, средства, утварь, может быть даже посуда. По контексту это инструменты для еды, и это может быть и посуда тоже. Если слово «келим» – первое слово в смехуце, то у нас вместо «келим» будет «клей». То есть меняется у нас окончание «им» на «эй», и мы слышим «клей». Например, я хочу сказать «музыкальные инструменты» – это будет «клей-негина». Обратим внимание, что музыкальный инструмент «кли-негина» и музыкальные инструменты «клей-негина» произносятся по-разному, но пишутся одинаково. То есть по контексту мы понимаем, как прочитать. «Рабочие инструменты» – «клей-авуда». «Рабочий инструмент один» – это «клей-авуда». «Рабочие инструменты» – «клей-авуда». И мы столкнемся со словосочетаниями, например, «клей-байт». Переведем это как дословно «инструменты для дома» или «принадлежности для дома». Или как бы общее название «домашняя утварь». Или, например, «клей-мидбах» по аналогии с этим будет как «кухонная утварь». И куча других. Я не могу привести все словосочетания со словом «кли». Их очень много. Еще можно десятки других словосочетаний привести, но они будут относительно редкими уже. Мы обязательно с ними столкнемся и по смыслу мы поймем, о чем идет речь. Очень надеюсь, что это было полезно. Спасибо за внимание. С вами был Марк Лейтраут. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok